С приходом долгожданного лета сотни тысяч отдыхающих устремились в Абхазию. Для абхазских таможенников и пограничников на пункте пропуска в СОУ главная задача – организовать комфортное и быстрое прохождение процедуры проверки. И, похоже, с этой задачей они справляются. Я езжу часто, здесь море чище, и, кстати, пообедать подешевле, поэтому с той стороны получается немножко легкие затруднения, а здесь постоянно как-то так очень быстро проскакиваешь, буквально несколько минут, 2-3 минуты, а с той стороны, ну, минут 20-30, стояло, тут даже, наверное, 40, потому что большая пробка, пока все выяснено, как проходить, что кому показывать. Здесь здорово, ребята работают идеально, потому что показали, пропустили, объяснили, досмотрели. У Виталия Гусарова из Москвы на прохождение двух пунктов пропуска в общей сложности ушло около часа. Я приезжал здесь же года 3-4 назад, и что сейчас стало, на самом деле, большая глобальная разница. Мы проехали за час, несколько лет назад я проехал здесь, а 3, наверное, часа, что-то в этом ролике. Гораздо сложнее с переходом на пешеходном пункте пропуска. Люди говорят, что приходится более часа стоять в очереди под палящим солнцем на сопредельной стороне. До сих пор там очередь большая, то есть тяжело людям ходить. Вообще, примитивно еще, я не знаю. Еще эти, понаделали эти, вот знаете, как она, двери, лабиринты. Эта женщина мечтает побыстрее добраться до гостиницы. В очереди она простояла почти полтора часа. Мы долетели быстрее, чем проходили границу. Очень много времени. Теряемся более с ребенком, мы очень устали. Скажите, пожалуйста, а где времени больше заняло? Первоначальный. Первоначальный таможенный пост, когда от Сочи, проходите первый раз. После ввода нового терминала и автомобильного моста граница выглядит благоустроенной и чистой. Большие машины с грозом и товаром тут не задерживаются, а отправляются на досмотровую площадку. Сотрудники Абхазской таможни говорят, что людской поток увеличивается, как правило, в утренние часы, когда туристы едут на однодневные экскурсии. В июне российско-абхазскую границу в обе стороны пересекли более 120 тысяч автомашин и почти 700 тысяч человек. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то людей на 22 тысячи меньше. А если брать в сутки, то с 3 по 4 июля в Абхазию заехали 14,5 тысяч человек и почти 3 тысячи единиц автотранспорта. Границу удалось разгрузить после ввода новых терминалов, говорит заместитель начальника таможенного поста ПСО Сергей Багабш. На границе таких больших очередей нет. Это не значит, что курортный сезон проходит плохо. Просто из-за ввода новых терминалов, еще раз повторяюсь, на российской и абхазской стороне, естественно, ситуация намного улучшилась. Совсем скоро у пешеходного перехода границы будет открыто здание автовокзала ПСО. С залом ожидания, кассой, диспетчерской, системами кондиционирования и видеонаблюдения. В общем, все как положено. Но пока на привокзальной площади нет порядка и замусорено. Начальник управления по транспорту Зураб Хаджинба обещает, что на привокзальной площади скоро будет порядок. Легковые машины стоять не будут. Они должны быть в другом месте на пункте стоянок своих. Здесь располагаться будут только те автобусы, которые отправляются в рейс. До того, как они сюда подъедут, есть у нас площадка отстой для автобусов. Это нижняя площадка. Там помещается порядка 30 машин. И они, в принципе, до того времени их отправления будут там стоять. Пик туристического сезона ожидается в августе. И если российские погранслужбы ничего не поменят в своей работе, многочасовых простоев не избежать. А это не лучшим образом отразится на количестве гостей, желающих вновь приехать на отдых в Абхазию. Елена Лулуа, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.